Думаю, такая показательная анимация неплохо понайдет для данного видео. Я постараюсь подробно изложить процесс создания и основные инструменты, полезные для анимации в Крите, поскольку практически все туториалы на английском. Я думаю, видео будет полезно в первую очередь тем, кто хочет попробовать себя в анимации. Я, конечно, не профессионал, но общая методика создания остается той самой. Итак, для начала я вам советую обновить Криту, поскольку с выходом текущей версии 5.2 была существенно переработана анимационная часть. И добавлены очень полезные фишки, например, экспорт анимации в различных форматах или добавление звука, что очень полезно для анимации под музыку или озвучку. Плюс программа стала значительно стабильнее. Например, в версии 5.1 при анимации у меня мало быть от 10 до 20 вылетов в дополнение к долгой генерации кадров. 5.2 за 4 месяца работы, 0 вылетов. Что ж, пожалуй, начнем. Для начала я представляю сцену, которую хочу создать. Далее рисую эскиз и отмечаю, что для эффекта приближения камеры мне понадобится нарисовать более крупный фон, как, например, в этой анимации. Рабочее пространство и панели можно изменить в настройках или выбрать из готовых шаблонов. Кстати, кота зовут Герман. В честь легендарного Германа Воробья. Ну да ладно, проехали. После эскиза я более детально прорисовываю персонажей и создаю набросок ключевых кадров анимации. Дальше я решил нарисовать фон. Обычно все анимации я начинаю именно с фона, кроме тех, которых фон или не нужен, или не детализированный. В целом в процессе рисования нет особенностей, только укажу некоторые моменты, полезные для новичков. Первое. Пользуйтесь инструментами выделения. Для лучшего результата покопайтесь в параметрах инструмента. Если нет данной панели, то отметьте в настройках панель инструмента. Второе. Для цвета и теней создавайте отдельные свои. Для быстрой покраски нужно, чтобы контур был замкнут. В этом случае инструмент выделения смежных областей сможет выделить контур для заливки. В данном случае для создания отдельных объектов я рисую контур на разных слоях. Поэтому, чтобы Грита воспринимала контур как цельный, нужно сгруппировать все слои. Инструмент выделения использовать на группу своего. Можно также покрасить и с помощью тонирующей маски, но о ней я расскажу позже. И, пожалуй, заливку текстуры можно сделать через переключение вида заливки на панели инструмента. Ну, с фоном разобрались. Дальше лайн анимации. Для создания кадра нужно выбрать нужный слой на временной шкале и нажать создать кадр. Также на шкале можно изменить количество кадров в секунду и задать начало и конец анимации. Части, которые будут двигаться, для удобства лучше рисовать на отдельных слоях. Например, нарисовать голову и руку было бы лучше на отдельных слоях. Тогда отрисовка анимации для головы не влияла бы на руку. Нарисовав первый кадр, выбираем на временной шкале следующий и создаем новый кадр. Или просто перерисовываем первый. Для отслеживания различий между кадрами рекомендую включать луковую кожу. На панели можно настроить цвет и кадр, на который она будет распространяться. При использовании инструмента выделения луковую кожу я советую отключать, поскольку она влияет на их работу. Следующим я начинаю с четвертого кадра, поскольку всю анимацию можно разделить на два ключевых кадра. Первый голова в самом нижнем положении, второй голова в самом высоком положении. Всегда начинайте анимацию с ключевых кадров, поскольку легче будет подбирать тайминг, оставшиеся кадры и их количество. Остальные кадры промежуточные и будут служить для добавления плавности движения. Для ускорения работы, чтобы не перерисовывать кадры с нуля, советую грамотно использовать инструмент трансформации. Например, я выделяю участок, который нужно изменить, перехожу в режим трансформации с помощью комбинации Ctrl-T. По умолчанию режим трансформации свободный, нажав правую кнопку мыши его можно поменять, например на искажение, как в данном варианте. Для копирования кадров нужно выделить кадр или кадры, и левой кнопкой мыши, удерживая Ctrl, перенести их на нужное место. Удерживая Shift, можно выделять область кадров. Для перемещения используйте левую кнопку мыши. Для того, чтобы убрать слой на временной шкале, достаточно нажать на булавку, что очень упрощает работу, когда слойов слишком много. По временной шкале вроде все. Дальше этап покраски. Ну, тут все просто. Создаешь слой, добавляешь кадр, выделяешь, красишь, новый кадр, выделяешь, красишь, красишь, выделяешь. Пожаю самый скучный этап работы. Вот поэтому так часто можно встретить анимации без покраски или аниматики на основе ключевых кадров. Всем просто скучно. Для разнообразия я решил показать вариант покраса через тонирующую маску. С помощью правой кнопки мыши нажимаем на группу слоев с нашим лайном и добавляем тонирующую маску. Вот только проблемка. Тонирующую маску нельзя анимировать. Поэтому придется работать с каждым кадром отдельно. Заодно покажу определенную особенность работы слоев. Итак, размечаем участки с нужным цветом. Поскольку маска красит весь слой, для улучшения работы обвожу контур зеленым цветом. И в параметрах инструмента указываю зеленый как прозрачный. Обновляем маску и готово. Дальше превращаем маску в обычный слой. После чего добавляем слой на временную шкалу. И на следующем кадре для покраса создаем новый слой, чтобы первый кадр не конфликтовал из старни. Дальше переходим на второй кадр и повторяем покрас. Итак, все слои в сборе. Результат можно посмотреть на временной шкале. Дальше можно выделить все тонирующие маски и с помощью комбинации Ctrl-E свести вместе. Поскольку на временной шкале они не мешали друг другу, то при сведении получился один слой с кадрами анимации. Но делать все-таки я буду по-старому. Дальше анимация белки. Процесс такой же, как и с котом, только в большем объеме. Из особенностей анимацию хвоста я решил сделать с помощью трансформирующей маски и кривых анимаций. Пожалуй, их я покажу на более наглядном примере очень простой анимации. Сначала нарисуем кота. Добавим плащ и анимируем движение ткани. Группируем слои, красим, добавляем фон. Нажимаем правую кнопку мыши на группу слоев и добавляем трансформирующую маску. Поскольку мы применили ее только на рисунок кота, то трансформация не затрагивает фон. Главная прелесть этой маски в том, что она влияет на все кадры. Поэтому с ее помощью легко изменять размеры положения объектов на всех кадрах сразу, что чрезвычайно полезно. При этом, если перейти на вкладку кривой анимации и добавить точку, то можно зафиксировать определенное местоположение кадра. Для анимации полета достаточно выбрать кадр, где закончится полет и к комбинации Ctrl и T переместить объект. Точка появится автоматически. И все. Код летит. Если кто не знал, удерживая Shift можно перемещать объект строго горизонтально или вертикально. Также с помощью удержания Shift можно нарисовать вертикальные или горизонтальные линии. Для регулировки анимации можно использовать кривые, изменение форм которых влияет на анимацию. Для примера возьмем летящего кота. Кот перемещается только горизонтально, то есть меняется позиция по X. Выбираем интерполяция кривой без E, выбираем точку и тянем, тем самым меняя темп движения кота. Дальше я немного увлекся с полетом и кривой анимацией, после чего решил добавить коту развивающийся плащ при падении. Вот только для этого нужно скрывать трансформирующую маску и менять плащ на изначальных кадрах. Осталось только анимировать белку. Схема та же, сначала создать лайн, дальше покраска. На примере анимации белки хорошо иллюстрируется важность последовательности слоев. Чтобы скрыть хвост, слой с заливкой одежды должен быть выше слоев с хвостом. Также цвет волос и головы будет выше цвета одежды. Небольшое примечание. Чтобы различать продублированные кадры, я обычно помечаю их другим цветом. Как-то так. Ну, сама анимация готова, но я решил добавить звук, на примере которого можно показать изменение прозрачности анимации. Если выделить слой или группу слоев и создать две точки на кривой анимации с указанием разной прозрачности, можно регулировать прозрачность слоя на временной шкале, тем самым создавая эффект появления или исчезновения. Довольно просто, не так ли? И вот, когда я хотел завершить анимацию, создав эффект движения камеры, я словил баг. Фон, который находится за границами хвоста, не трансформируется. Хотя, следуя логике, должен. Поскольку при трансформации группы с фоном, все нормально, что указывает на то, что программа знает, что за границами хвоста что-то да есть. Впрочем, иногда так и бывает в крике. Для проверки я создал новый файл, куда скопировал все, кроме фона, который добавил отдельно. С помощью трансформирующей маски я разместил персонажей, зурпировал все слои и добавил трансформирующую маску с кривыми анимацией. Все работает. Одинаковый подход и разный результат. Вот поэтому я назвал анимацию Жиза. Для примера, альтернативный вариант эффекта камеры, что также будет хорошим примером экспорта анимации. Выбираем файл, экспорт анимации, mp4, mkv или, например, vbm, который сохраняет прозрачность, что позволяет перенести только анимацию персонажа, тем самым разделив фон. Вот пример использования такой анимации в видеоредакторе. С таким подходом можно создать такой же эффект, как и в крите. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр, надеюсь видео было вам полезным. А я продолжу рисовать приключения Германа и компании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok